Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Пришло время особого мнения. Добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня мы выслушаем особое мнение депутата областного законодательного собрания 4-го и 5-го созывов Дмитрия Русских. Дмитрий Михайлович, добрый день. Владимир, добрый день. Также хорошего, доброго дня всем слушателям радио «Эхо Москвы». Мне очень приятно, что мы снова с вами в студии. И всё-таки наступило лето, походу. Да, очень приятно. Как-то оживилось под жизнь даже. Хотя бы этим оживаем. Мысли позитивных побольше даже стало. Да, я надеюсь, что они, кто позитивный человек, они, в общем-то, у него и никогда не уходили. Вы, наши слушатели, можете задать свои вопросы. Гости особого мнения. Используйте специальную форму на сайте echokirova.ru. Есть там аудио-видео-трансляция нашего эфира. Хочу я сразу, Дмитрий Михайлович, начать с темы городской думы 5-го созыва. Накануне она последний раз собиралась. И вот сейчас... К счастью или к сожалению, да? Ну, давайте попробуем выяснить. Сейчас это или к сожалению. Четыре депутата Гурдумы сейчас у нас были в студии в программе «Дневной разворот». Я с удовольствием слушал, кстати, эфир. Думал, какие у нас опытные, замечательные, вдумчивые депутаты. Говорят правильные вещи, размышляют, перебивают друг друга. Я несколько раз был на заседании городской думы. Там всё совершенно по-другому. Ну, тут же не надо по партийному принадлежности голосовать и не надо поддерживать того, кого надо поддерживать и кого не надо поддерживать. В общем, ваша оценка городской думы 5-го созыва? Смотрите, я как бы оцениваю, как житель города Кирова, который тут родился, живёт, работаю, наблюдаю. При всём при этом я являюсь там человеком, который очень много ездит по командировке, по другим городам. Ну, я хочу сказать, что она на самом деле для меня никак не сыграла какую-то положительную динамику, потому что я не вижу, что наш город за 5 лет изменился в лучшую сторону. А как же строительство садов детских, школа, о которых они говорят? Это всё немножко не то, о чём они говорят. То, в принципе, если мы проведём такой определённый анализ, что было проведено за 5 лет, какие были обещания и что на самом деле, то хочу сказать, что, наверное, многие кировчане со мной согласятся, что мы, конечно, ждали всё-таки другого разворота. И то, что там сейчас нам рассказывают про садики и про школы, это в основном федеральные программы. Точно так же, как сегодня мы обсуждаем этот миллиард, который поступил в город, его как бы... Чуть больше. Да, ну, там миллиард 90. Значит, то это тоже все деньги федеральные, а всё-таки бы хотелось понять, какая экономика у нашего города, что мы можем делать сами, что мы можем предложить кировчанам для того, чтобы, по крайней мере, им нравился наш город, который они и так все любят, но есть определённые вещи, которые большинству кировчан, насколько я знаю, там они совершенно не нравятся, и они не понимают вообще, что с городом происходит. Например? Ну, например, смотрите, значит, Владимир, я вчера случайно, ну, как не случайно, я вчера зашёл в обычный овощной ларёк на улице Роза-Лексенбург, и когда ты стоишь и покупаешь продукты, там стоят люди, и они между собой много что обсуждают. Значит, это такая народная молва, которая, в общем-то, без всякого страха, опасения. И вот встретились три подружки, я думаю, что этим женщинам где-то, наверное, ну, может быть, там за 50, значит. Бальзаковского возраста. Да, ну, хороший возраст, они видели и город советский, когда он строился, когда они были молодые, они видят его сейчас, и вот, в общем-то, они рассказывали одна друг другу и восхищались соседними городами. Значит, одна сказала, что она была в Ишкарле, ей очень понравился город, чистый, красивый, совершенно другой. Другая взахлёб рассказывала, как ей понравился город Казань. Значит, другая уже перешла на европейские города, что ей очень понравилось, там, в Риме, и где-то она ещё рассказала, по-моему, в Барселоне или в Мадриде, там, да. И вот они всё стоят, и вот этими эмоциями делятся, и я не выдержал, спросил, вот я вас слушаю, и мне кажется, что везде хорошо, только в городе Кирове плохо. Они, говорят, на меня посмотрели... Они как отреагировали, вообще, на вас? Они так на меня все дружно посмотрели. Да, ну нет, я не грел уши, я стоял в очереди, потому что они в меня впереди стояли. Они сказали, что здесь всё гораздо печальнее, здесь нам ничего не нравится, здесь совершенно всё плохо, город совершенно некомфортный. И самое печальное, что они сказали очень правильные вещи, что, к сожалению, мы никогда не думали, что наши дети будут смотреть на другие территории и будут пытаться отсюда уехать. Значит, я говорю, а кто, по вашему мнению, виноват? Значит, они сначала вздумались, и одна сказала Никита Белых. Да. Я говорю, так, очень интересно, говорю, а вот то, что есть городская власть, и есть городские депутаты, они как? Ну, про них и говорить там нечего, мы даже о них и говорить не хотим там, да. И негативное отношение, конечно, к бывшему главе города, господину Быкову. Но, тем не менее, значит, вот вам первый анализ, то, что они восхищаются соседями. А вы их спросили, а что вы лично готовы сделать для того, чтобы жизнь в городе была лучше? Идите в депутаты. Я им сказал о том, что, может быть, мы все в этом виноваты. На что они мне ответили, а что мы можем решать, что мы можем делать? Ну, вот, в общем-то, постоянный такой ответ, который я слышу, что мы от нас ничего не завистили. Да, это безнадега, это депрессия какая-то определенная. Но, смотрите, что я хочу сказать. Все прекрасные наши депутаты, которые сейчас хорошо разговаривали в студии, которые рассказывали, что они много всего сделали, значит, это все прекрасно. Но надо посмотреть на составляющую с другой стороны. Значит, вот мои старшие товарищи, особенно те, которые работали уже и в советское время, и которые очень много ездили по командировкам, всегда рассказывали, что город Киров, вообще, как город, да, был в Приволском округе одним из самых лучших, современных, значит, двигателем такого прогресса, можно сказать, пионером во всех направлениях. У нас был первый проспект, это Октябрьский, да, у нас была первая диорама, у нас был первый цирк, который был в Приволском округе, да, у нас был первый аэропорт, где были свои самолеты и своя команда летчиков. Но это же все во многом благодаря тем предприятиям, которые у нас здесь находятся, которые были эвакуированы после войны, и которые дальнейшее развитие продолжили. Это мы сейчас говорим, наверное, Владимир уже в конце 70-х, там, начало 80-х, да, но очень большую роль играли те люди, которые возглавляли тот момент городскую и областную власть. Личность, да. Личность, да. И я с этим полностью согласен, потому что, смотрите, то я к чему это все вывожу? То, когда город Киров был городом, то вот все эти города там... Он сейчас остается. Да, да, да. И Жевск там, Ишкар-Ла, значит, там, этот же Сытывкар, это же там, допустим, Казань. Все старшие товарищи говорили, что они были по сравнению с нами деревнями. То в данном случае, когда наступили вот те времена, когда эти города начали меняться, мы на порядок были их круче и лучше. И, в общем-то, мы и сейчас должны были удержать эту позицию. То если мы сегодня посмотрим, кто был в этих городах, они 100% согласны будут со мной, что сегодня представляет город Киров и что представляют соседи наши именно в плане комфорта, качества, как эти города изменились, как они стали качественными для жизни, как там построено очень много современных зданий, спортивных комплексов, набережные. И все это очень прекрасно на самом деле выглядит. И видно, что вот за эти 20 лет, когда мы все начинали стартовать там еще в Новой России, они сделали такой прогресс, что сегодня, на мой взгляд, мы становимся деревней, они становятся городами. То потенциал у города Кирова, конечно, был громаднейший. И сегодня то, что мы видим в нашем городе, то у меня вызывает там большое сожаление, что мы потеряли эти годы, когда все двигались вперед. А вот эти супер наши люди, которые сегодня говорят, что они там, город дышит, город живет там, или всякие эти дурацкие, на мой взгляд, ролики и баннеры, которые висят в городе. Ну, мы же сегодня... Это предвыборные выборы? Нет, они не предвыборные, они постоянно там поддерживающие какие-то они висят. То, конечно, город живет за счет, в основном, кировчан. Не за счет той власти, которая в этом городе работала на протяжении 10 лет, и которая сегодня турбит на каждом углу, как они много сделали для кировчан. Наверное, для себя лично и для своих семей они сделали очень много. Но в плане того, что мы сегодня видим... Ну, а что мы сегодня, в принципе, видим? Отсутствие дорог в городе, пешеходных тротуаров, нет скверов, нет парков. Ну, в современном варианте, да, вот нет прекрасной набережной. Потому что была одна набережная, которая... Ну, давайте уж не будем так сгущать краски. Нет того, нет всего. Нет, ну, подожди, ну, хоть что-то-то есть. Ну, а что есть? Давай тогда ты мне... Есть прекрасные уголки, которыми лично там каждый житель города питает. Какое-то душевное тепло, трепет. Мы сейчас говорим о с тобой... Это все-таки наша родина. Да, это наша родина, мы ее любим. Но мы сейчас говорим о том, что... Ты же меня спросил, что сделала городские депутаты, городская дума, администрация власть. Ну, давайте к этому вернемся, да. То мы сегодня говорим-то о том, что как изменился за пять лет город Киров именно в комфорте и качестве жизни для кировчан. То вот мы сегодня говорим, что такое качество жизни, да. Это когда человек может там спокойно ходить по тротуарам, ходить в парки, ходить в прекрасные школы и детские сады, в больницы. Но мы же живем в 21 веке, уже все технологически и социально все движется по-другому. Да, может быть, мы слишком много требуем, просим. Поскромнее нужно быть в своих запросах. Ну, тогда вот как раз сегодня и наша скромность и терпение кировчан сегодня нас и выводит на такой уровень, что мы, в принципе, сегодня отстаем от всех наших соседей именно в развитии областных центров. Вот наш областной центр сравнивает там даже с этой шкарой, у которой гораздо меньше бюджет. Там меньше живет народу. Меньше жителей. Да, меньше жителей, меньше бюджет. Там нет крупных предприятий, там только аграрный сектор. Да, значит, точно так же там Костромская, Сыфтывкар. Я не беру там во внимание Казань. Казань вообще можно не обсуждать. Да, это совершенно, мне кажется, за 20 лет они сделали такой прорыв. То это, я считаю, что входит в тройку лучших городов Российской Федерации. Хотя там еще кто был там 20-25 лет назад, никогда бы не подумал, что Казань может так измениться. И даже по той социологии, которую я прочитал, по качеству жизни, сегодня Казань находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, особая роль, особое положение у республики. Никакой особой роли, особого положения нет. Все-таки им просто очень сильно повезло и с первым президентом, который, в общем-то, и создал вот все те условия для того, чтобы именно Казань развивалась, чтобы туда приходил инвестор, чтобы там развивался малый и средний бизнес. У них была концепция развития города. Они понимали, что они строят. У нас, к сожалению, все пошло как-то вот, к сожалению, не так. Сначала у нас был там один глава администрации, по-моему, сейчас, как его... Глава администрации города? Да. Кирова? Да, Кирова. Ну, после Василия Киселева, когда вот мы говорим о тех годах, когда... После 2007 года? После 2005-2004 года, когда эти все города, о которых мы сейчас с тобой говорим, начинают резко развиваться, потому что в стране экономика растет, значит, внутренний валовый продукт растет, значит, нефть высокая, деньги в федеральном бюджете там профицит, значит, эти деньги попадают в регион, и они начинают развиваться, появляется куча программ. Вот последние там 10 лет, с 2005 года по 2015 год, кто мог и кто хотел, они очень много сделали для своих городов. У нас за этот промежуток, я считаю, что мы просто, не просто забуксовали, мы просто встали. И в этом плане, как бы, кто-то может со мной соглашаться, кто-то не соглашается, но это мое личное мнение. Безусловно, это ваше личное особое мнение. Да, это личное особое мнение, потому что я еще раз хочу сказать, что я вот тут неделю ездил по всем территориям, да, значит, хочу сказать, что есть... Приволжского федерального? И Приволжского, и вот было и в Костромской, Ярославской, в Вологодской областях. Тоже живут люди бедные, и тоже бюджеты бедные, но, по крайней мере, как у меня говорит товарищ, бедненько, но чистенько. Значит, у нас... Это раньше вы про лагерь в Крыму говорили, да, да, да. Значит, у нас, по крайней мере, это сказать нельзя, потому что в данном случае я не понимаю даже то, что, вот смотрите, у нас там уже скоро закончится лето, нам рассказывают про какие-то супермиллиарды и ремонт каких-то крупных дорог, при всем при этом за все лето и за весну в городе никто не заделал даже элементарные ямы на дорогах. Дмитрий Михайлович, мы об этом позже обязательно поговорим, просто у нас сейчас должна быть, должен быть перерыв. Еще вопрос. Вот по пятибалльной шкале в Городоме пятого созыва какую оценку ставите? Моя оценка два. Два, неуд. Конечно. Дмитрий Русских, сейчас небольшой перерыв, и мы перейдем уже к выборам ближайшим в городскую дуну. На 101FM Особое мнение Дмитрия Русских, напомню, депутатов ОЗС четвертого и пятого созывов, через полтора месяца выборы в городскую дуну, в нашем городе губернаторские выборы, и вообще много выборов по региону и по стране. Партии парламентские определились уже с кандидатами в городской парламент, и многих удивила первая тройка, которую выдвинула Единая Россия. Вы знакомы с этими списками? Я ее чисто прочитал, я там практически никого не знаю. Геннадий Коновалов, это Лепси, директор по управлению персоналом и безопасности Алексей Рябов, главврач Кировской областной детской клинической больницы Анна Лолетина, дизайнер, член Союза художников России. Слушайте, может быть, дизайнер... Большинству, по-моему, кировчан, люди неизвестны. Ну да, может быть, дизайнер нам город немножко по-другому сделает. Ну, я думаю, что то, что сделала госпожа Рубцова, очень сложно будет исправить вместе с главным архитектором города Владимиром Быковым за эти 10 лет. Ну, а вдруг дизайнер на самом деле справится с этой задачей? Ну, на самом деле, я не понимаю, на что расчет. Вернее всего, что так как все-таки за последние 10 лет, там, благодаря и главе города, который является лидером Единой России в Кировской области, и вообще многим депутатам городской думы, которые мы там уже много обсуждали раз, как они участвуют в жизни города, в кавычках, там, в одном мупе, в другом, в третьем, как тут вывели, там, тут украли, здесь ограбили, то в данном случае здесь, наверное, создался список, который, по крайней мере, не вызывает ни плюсов, ни минусов. Такой зеро список. Зеро для того, чтобы, в общем-то, не иметь никаких там негативных последствий, и люди незнакомые, и в данном случае, наверное, там, люди как-то к этому относятся более спокойнее, чем, допустим, какие-то будут там стоять люди, там, например, там, или там, господин Владыкин, или господин Быков, там, или еще кто-то там у них, допустим, этот же у них Никулин, господин Дмитрий, значит, конечно, они вызывают там гораздо большую негативную реакцию, то в данном случае, если расчет идет на административный ресурс и на уверенность, что все-таки это партия власти, и она там все со всем разберется, то, на самом деле, список составлен без всякого ориентира на какие-то проценты, главное, чтобы эти люди не убирали в минус голоса. Значит, здесь нет никакого негативного воздействия, потому что их никто не знает. То в данном случае, вот, они пошли, видимо, по такой теории, так как, видимо, пиар-технологи, которые работают на партию, решили, что, наверное, сегодня в рядах известных единороссов нет тех людей, которые могут привлечь там избирателя за эту партию. Что касается, да, еще оценок, вот в нашей студии ранее высказывались наши эксперты, некоторые по поводу ближайших выборов в городскую думу, и они считают, что, возможно, эта избирательная кампания будет интересной, и итог, такой расклад получится в какой-то мере, может быть, и непредсказуемым. У вас есть такие прогнозы? Или будет все, как обычно, все заранее спланировано? У меня всегда есть такие, как бы, желания. Я все-таки считаю, что все органы законодательной власти должны быть местом для дискуссии, чтобы там были различные точки мнения, для того, чтобы вывести именно ту точку зрения, которая на самом деле пойдет на пользу городу, и в первую очередь киропчанам. Понятно, что живая дума лучше, чем неживая. То в этом случае, конечно, было бы интересно и хорошо, если бы на самом деле получилась какая-то партийная борьба, где были бы предложены разные новые, старые, плохие, хорошие люди, для того, чтобы кировщини могли сами определить, без участия административного ресурса, кто им больше на сегодняшний момент подходит. Значит, в данном случае, наверное, надежда какая-то есть, но я думаю, что судя по тому списку, который ты озвучил, конечно... Но это только лишь Единая Россия. Да, да. То вероятность того, что они ставят все-таки не на партийный список процент набора, так как никому не секрет, что последние 10-15 лет Единая Россия очень мало набирает именно в городе Кирове, это 26, 24, 28 процентов на выборах, то они как бы на это не сильно ставят ставки, они ставят в основном ставки на одномандатные округа. Значит, 18 одномандатных округов приведет к тому, что они снова, если они их возьмут, ну, это пример ЗАГС Собрания, фактически из 27 округов в законодательном собрании 26 взяли единороссы, что, в принципе, обеспечило им полностью контроль над ЗАГС Собранием и большинство, плюс еще партийный список. Я думаю, что здесь такая же идет как бы ориентация, и они тоже хотят отработать на одномандатных округах, что гораздо там легче, потому что очень часто их кандидаты не идут с партией Единая Россия, и фактически про нее нигде не говорят, и даже в своей рекламе нигде партию не вставляют, то они, наверное, будут работать именно по одномандатным округам. Их основная задача провести по одномандатным округам полностью весь состав и другим партиям не дать пройти по одномандаткам. Там, кстати, на выборы в городу заявились представители многих других политических движений. Да, очень много, я смотрю, патриоты России, Родфронт, значит, Родина. Их шансы как оцениваете? Вы знаете, очень-очень сложные. Я думаю, все равно борьба будет в основном между теми партиями, которые сегодня присутствуют в парламенте, потому что там и больше известных людей, и там больше материального ресурса, финансовых возможностей, плюс все-таки партии есть партии. Я думаю, что все равно борьба развернется между четырьмя партиями, которые представлены сегодня в парламенте. Давайте сейчас обсудим то решение, которое накануне депутаты Гордумы приняли. Я имею в виду продажи мупов, акций, вернее, 100% акций центрального рынка. 220 миллионов рублей предварительная оценка. Гостиница Губернская 30 миллионов рублей, 64, почти с половиной процентов акций компании Куприд и Детский мир. Куприд 45 миллионов, Детский мир 40 миллионов рублей. Как оценивать такое решение? Уверяют нас народные избранники о том, что смогут продать. Смогут продать. Ну дай бог. И вырученные деньги потратят на социальную инфраструктуру школы, детские сады. Отлично. Значит, вот возвращаясь к тому, это, знаете, почему-то это решение пришло именно на последнее заседание этой думы. Значит, я уже давно не склонен... Много лет об этом говорил. Да, много лет об этом говорили, о том, что я давно говорил о том, что все вот эти непрофильные активы, которые имеют в городе, и создание различных мупов, которые не несут социальную ответственность, это рассадник коррупции. Значит, здесь похоже на то, что там поматросили и бросили. Вот когда... Кто кого поматросил? Поматросили эти мупы государственные. Там определенные люди на них посидели, поработали. Мы знаем, что практически основную часть мупов возглавляли городские депутаты от фракции «Единая Россия» в большинстве. Да, их там очень много, они сейчас то меняются, то уходят, но, в общем-то, они все равно все там. Значит, понятно, что никакой эффективности нет, если мы там начинаем разбирать губернскую гостиницу. Ну, а для чего сегодня, когда частный бизнес так плотно занимается этим, держать там в муниципалитете эту гостиницу? Понятно, что она, в принципе, для работы города никак не влияет. То, конечно, от нее надо было еще давно избавляться. Точно так же, как, наверное, в том периоде, когда фактически продавалась, шла большая приватизация 159-го ФЗ, когда продали лучшие магазины за меньшие деньги. Значит, и, наверное, тогда надо было и вопрос решать, и с детским миром. Подождите, да, я поясню. Возможно, вот наши слушатели накануне у нас была в студии глава департамента муниципальной собственности Наталья Мамедова, и она говорила о том, что, во-первых, основные причины, почему именно сейчас это решение принято, с годами прибыль все меньше и меньше была в городской бюджет. Она никогда не была, там никакой прибыли. И, во-вторых, там изменения еще законодательства. МУПам надо сейчас тоже работать, в том числе, по 44-й ФЗ. Да, им надо выходить в акционерное общество, там гораздо жестче стал закон, и на самом деле все закупки и все движения через 44-й ФЗ, это все понятно. Давайте смело говорить, что последние там 10 лет эти все мупы никогда не приносили никакой прибыли городу. Если это и касается, в том числе... Дожди, Наталья Анатольевна приводила примеры. Какие? Ну, там, детский мир, детский мир 2 миллиона рублей, полтора миллиона рублей, около миллиона рублей каждый год. Куприд ежегодно порядка 12 миллионов рублей. Ну, они же приходили, но они же не отчислялись, они же шли, наверное, как внутри там находились, они же дивиденды не выплачивали по этим акциям. Плюс при этом, ну, а что такое, там, допустим, детский мир, там, если мы посмотрим, там, сегодня, наверное, у любого МУПа, там, расходную часть, вы увидите, что там хорошие зарплаты у руководителей, хорошие, там, машины они покупали, они же жили хорошо. То ведь как прибыль-то складываются чисто расходы плюс доходы, да? То понятно, что там все как бы не так. Понятно, наверное, что в каком-то периоде времени, если бы кто-то бы реально занимался качественно всем этим процессом, показатели были бы другие. Но мы с вами уже давно понимаем, что государство не является хорошим менеджментом, да? Вероятность того, что там кто-то не сядет такой товарищ, который будет там стараться ставить одну задачу, чтобы только не показывать убыток, и остальным заниматься самим, то это, конечно, это одна история. При сегодняшней там жизни мы там тоже с вами говорим, что надо посмотреть, а сколько вот, допустим, по центральному рынку там оборот там в год, да, денежных средств. У них сегодня там прибыль, они показывали там и 300 тысяч, и 500. Сейчас вот они говорят, что 4-6 миллионов у них там, да? Но мы же сейчас говорим, что насколько все это было нужно в каком-то периоде. Можно было детский мир продавать совершенно за другие деньги, когда не было кризиса, когда еще был спрос у частного бизнеса на эти здания. На торговую площадь. Да. Сейчас, к сожалению, так складывается наша экономика, и я уверен, что она в ближайшие 5 лет по-другому не сложится, что, как бы, интереса очень мало продавать там за бесплатно. Ну, наверное, можно и продавать. Но в данном случае мы говорим, что какое-то очень запоздалое решение, особенно по тем вещам. Но оно верное? С точки зрения экономики и неучастия государства и несоставления коррупционных схем, конечно, оно верное. Все, что не нужно для жизни города, социальной жизни, конечно, это все не должно быть в подчинении администрации города там, да. Вопрос возникает главный. Значит, то, что плохо управляли все эти годы, это всем понятно. Вопрос возникает главный по самому большому объекту. Это центральный рынок. Да, о нем стоит отдельно поговорить. Многие опасаются, что будет выкуплен и застроен. Ну, так уж просто говоря. Ну, посмотрите, попытка еще два года была назад его все-таки взять. Там находился... БСП Инвест Плюс. Да, это какая-то московская или подольская компания заходила. Значит, при всем при этом мы там с вами должны четко понимать, что, в общем-то, сегодня центральный рынок является не только рынком. Это место большого скопления малого и среднего бизнеса, которые на нем работают на протяжении большого количества времени. Я думаю, что там частных предпринимателей там или ИП там в пределах полторы тысячи, потому что там полторы тысячи мест там, да. Плюс люди, которые у них работают. Если все это сосчитать и их семьи, то это объем, я думаю, человеческих там факторов, наверное, в пределах там от 6 до 10 тысяч, да. То мы говорим, что сегодня это очень социальный объект в плане трудоустройства тех людей и как они будут жить. Когда город принимает такое решение по своему предприятию, на котором работают и живут за счет этого предприятия там несколько тысяч жителей города Кирова, они должны в первую очередь, наверное, были с ними посовещаться, проговорить, предложить какую-то работу, как бы вести какой-то диалог. Потому что сегодня готова администрация города предоставить там, допустим, даже 3 тысячам предпринимателям сегодня какие-то места или работу. Нет, они не готовы. Или что, они пойдут... Сложно сейчас представить, куда можно. Да. Если новый собственник примет решение, что там будет не рынок, А вернее всего, что... А Наталья Мамедова нам вчера сказала, что новый собственник может поступить вполне. Я вам уверенно говорю, что новый собственник примет решение, что это будет не рынок. По крайней мере, не в том формате, который он сегодня существует. Значит, что там будет, торговый центр или жилые кварталы там, это все будет в будущем, да. Мы этого как бы узнаем чуть позднее. Но, по крайней мере, главный фактор того, что мы сегодня там находимся в экономическом кризисе, у нас есть проблемы сегодня вообще с работой в городе Кирове. Значит, вопрос встает главный. Куда девать этих людей и как они должны от какого-то одного решения городской администрации, ни с того ни с чего там, да. 20 лет администрация города не видела, что город имеет одни убытки по центральному рынку. Они это не замечали. Помните громкие заявления генерала Солодовникова? Помню. О том, что там воровской общак и минимальное поступление на самом деле там огромное. Это на самом деле так и было, и все об этом знали. Потому что схема была очень простая. Отдали центральный рынок, МУП отдавал одному арендатору эти места. Там появлялись фирмы по прокладке, допустим. Город отдавал по 200 рублей. На выходе частники получали по полторы тысячи места. Вот это 1300 рублей куда-то забирали прокладочные организации. То вот город на это даже не смотрел. Ему было без разницы. Когда сегодня ситуация там, хотя на том периоде, когда на это надо было смотреть, да, еще была возможность как-то устроить этих людей, как-то построить где-то определенные места, где-то разместить, решать их проблему именно людей, значит, а не частных лиц. То сегодня при такой экономической ситуации принимать такое поспешное решение, не обсудив его с теми людьми, которые там работают, ну, мне кажется, что это какое-то невзвешенное решение. Еще один вопрос до рекламы. При этом я хочу сказать, что, конечно, за 20 лет центральный рынок должен был поменять свой внешний вид. Я думаю, что таких рынков уже ни в каких городах практически нет. Сам по себе рынок, как он сегодня выглядит, конечно, это не самое приятное зрелище для города. Давайте я еще промупу последние вопросы на рекламу. У вас есть уверенность, что город продаст, вот прям найдет быстро и продаст? Вот, Владимир, я никогда и ни разу не видел за все вот период наблюдения, когда город принимает какое-то решение, а это решение под кого-то не выстроено. То я думаю, что если город начинает экстренно выводить эти все предложения на продажу имущества... Это не сейчас 2019 год. Ну, это до 2019 года. Может там Новая Дума и по-другому принять, и в 17-м рассмотреть, и в 18-м. Это план приватизации, он может меняться ежегодично, и это право городской думы. Значит, в данном случае я уверен, что какой-то есть интересант, и они примерно понимают, кто это есть. Реклама Дмитрия Русских, депутат УЗС 4 и 5 созывов. Мы вернемся через полторы минуты. Особое мнение на 101FM И это особое мнение Дмитрия Русских, депутата областного законодательного собрания 4 и 5 созывов. Хочется выйти на уровень области уже. Владимир, я предлагаю закончить вообще по формату приватизации. Вот ты сказал, что там уже обещали, что эти деньги там пойдут на социальные нужды. Ну, во-первых, это дополнительный доход продажи имущества. То эти деньги никак не раскрашены никак. Их можно на что угодно. Они приходят, поступают на счета администрации города, и она уже рассматривает их как и хочет. Значит, при всем при этом я вам хочу рассказать вот несколько историй, которые вот сам для себя я просто проанализировал. Вот на то, что почему нет сегодня у кировчан веры к городской власти. Это вообще на самом деле большая проблема. Потому что я вам хочу открыто сказать, что есть успешные города с меньшими деньгами гораздо в другом состоянии. Все зависит, очень много зависит от человека. Кто глава города, кто глава администрации. Какие это люди? Лидеры, не лидеры? Готовы ли они двигать там город вперед? От них на самом деле очень много зависит. Это есть частная куча примеров, где в городах все как бы двигалось и шло вперед, когда были совершенно адекватные, профессиональные главы, которые хотели сделать город лучше. И на работу они ходят пешком? Или на велосипеде? На велосипеде ездить. То в данном случае, это знаете, как по истории, там Собянин тут недавно в Москве заявил, что надо всех пересадить на... Электробусы? Нет, он сказал на велосипедах. А, на велосипедах. Да, значит, на что ему москвичи как бы ответили, что мы готовы сесть на велосипеды, когда мы увидим, что вы тоже едете на велосипеде, а не на машине с мигалками. Да, то вот тут как бы вот такая же... Вот я просто взял все обещания, которые я вспомнил за последние пять лет. Вот помните, был прекрасный сюжет, значит, о враге, который вот тут у нас показывали по телевизору, еще сидел с каскадами. С каскадами, там Венеция просто отдыхала. Ну, выглядел очень великолепно. Такие были такие просто, я когда увидел, думаю, слушайте, или нам это снится, или это какой-то фантастический фильм. Сидели глава города, господин Быков, и тогда глава администрации Драны. И у них просто пена шла у рта, как они доказывали, что через год кировщане увидят вот этот прекрасный каскад воды, лодочки, что-то только там не было. Значит, ну, тогда все, как бы, думают, верили, тогда и меня спрашивали, неужели так будет? Но я просто улыбался, потому что так быть просто по определению не может, потому что это не те люди, которые могут что-то делать. Что там начали делать, строить, это лучше нашего главного редактора спросить. Да, вы посмотрите сейчас, что из себя представляет о враг, значит, там один есть объект весь в бетоне, и больше там нет ничего. Дальше. Старая история еще, когда только главой города стал Владимир Васильевич Быков, сам наш любимый десятилетний герой, значит, всех наших рассказов. Значит, начали строить торговый центр на площади вокзальной. Все местные и рядом стоящие жители домов просто плакали, потому что все трещало, все плохо. На что Владимир Васильевич сказал, что надо потерпеть тот инвестор, который строит... Это вы имеете в виду напротив вокзала. Инвестор, который строит сегодня торговый центр, он за свои деньги сделает подземный переход. Кто видел переход? Наверное, только Владимир Васильевич Быков во сне. Значит, дальше. Парк Победы, значит, тоже оказался не парком Победы. Да, вот мы все знали, столько лет тут все живем и выросли, что парк Победы, это парк Победы 9 гектар. Оказывается, Владимир Васильевич нам все-таки это по-другому разложил. И оказалось, что парк Победы всего 4 гектара с небольшим, а все остальное это не парк Победы. И, конечно, если это не парк Победы, то надо это передать каким-то близким друзьям, товарищам или лучше всего сыну за 380 тысяч. Кстати, это решение о переводе земли как раз приняла та дума того созыва. Пятого. Пятого. На последнем своем совещании в 3 часа. У них было два вопроса. Это перевод земли в Парк Победы и покупка земли, непонятно для чего, для муниципалитетов за 42 миллиона в районе Доронич. Вот они два великих решения сделали, когда в последний день работали. Дальше. В 2012 году, когда как раз вопрос стоял о том, что горздравотдел переходит в подчинение областного бюджета, и все идет в подчинение областного министерства здравоохранения, значит, в городе в 2013 году освобождалось, в 2012 уже, 600 миллионов рублей, которые они тратили из городского бюджета на содержание городских больниц и поликлиник. 600 миллионов. Тогда было принято решение еще старым губернаторам, и на ЗАГС собрании мы обсуждали, что эти все деньги, которые освободились, пойдут на ремонт школ, детских садов и инфраструктуры. Вот сегодня прошло уже 5 лет. Где вы мне покажите, что где-то отремонтировали? 600 миллионов-то ежегодно? Ежегодно. Ежегодно. Дальше. Прекрасный был закон. Петр Викторович, оставьте время еще. Да, да, все буквально. По областной власти, простите. Это большая приватизация. Большая приватизация, которая у нас прошла с 2009 по 2016 год, когда были распроданы все лучшие коммерческие места, практически друзьям и знакомым за бесплатно, и проданы вообще за этот период десятки или сотни тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. При любом нормальном хозяине эти деньги пошли в инфраструктуру. Потому что коммерческая недвижимость на тот момент стоила, допустим, 100 тысяч рублей за квадрат, а себестоимость строительства чего-то нового стоила 30 тысяч. Продавая коммерческую недвижимость за реальные коммерческие деньги, ты мог построить вместо одного квадрата три квадрата. И эти деньги должны были при хороших руководителях пойти в инфраструктуру города. Это громаднейшая сумма, это миллиарды рублей. Ну вот на сегодняшний день что мы видим? Дорог у нас сегодня нет, тротуаров нет. Ну есть, но местами-то есть. Местами, хорошо. Значит, нет, мы не увидели новых театров, кинотеатров, мы не видим скверов, мы не видим новых детских садов, мы не видим новых школ за все это весь период. Единственную школу, которую они хвастаются, она сейчас строится. Да, она строится за счет федерального бюджета. Значит, то вот если все это просчитать, и самое интересное, что можно сказать, что это были лучшие годы вообще в экономике Российской Федерации и Кировской области. Потому что бюджет Российской Федерации был с профицитом до 2013 года. То когда все соседи наши развивались и вкладывали инфраструктуру, мы куда-то эти все деньги расплыли и куда-то они у нас ушли. При всем при этом сегодня дефицит бюджета там в пределах 500 миллионов, да, и госдолг сегодня у нас по городу, по-моему, на мой взгляд, сегодня составляет 2,7 миллиардов рублей. При общем 10-11 миллиардов. 11 у них миллиардов, 2,7 сегодня это суммы, взятые в коммерческих банках, и на обслуживание этих сумм 2,7 минимум требуется 300 миллионов рублей в год. Из городского бюджета. Вот вам вся арифметика, и в данном случае, когда все это, как они говорят, продадут и они запустят в инфраструктуру, мне в это не верится, потому что любой нормальный человек, который головой соображает, будет в первую очередь гасить кредиты, которые высасывают из города ежегодично 300 миллионов рублей. Три минуты остается, Дмитрий Михайлович, не могу не спросить. Завтра помните, какая дата знаковая для Кировской области? 28 июля. Нет, не очень. Ровно год с момента назначения временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области. Ровно год завтра. Прекрасная дата. Игорь Васильев. Да. Вот, например, издание наблюдатель.ру организовало серию таких сюжетов под названием «Год на посту, год в пустоту». Понятно уже, да? Ну да, посыл понятен. Согласны с такой формулировкой? Ну, на самом деле, согласен с тем, что, в принципе, никаких там ни кадровых, ни каких-то экономических изменений или там политических я за этот год, конечно, тоже не увидел. Значит, для меня там есть личные вещи, которые я очень там переживал, потому что мы от них ушли с приходом новой команды, по крайней мере. Это я уже не раз говорил, я очень сожалею о той работе, которую мы провели в Крыму по крымскому лагерю. Не срослось. Нет, все срослось, мы даже смену провели в том году, но в Рио сказал, что в сентябре того года, когда нам нужно было подписывать долгосрочный договор, фактически просто, можно сказать, бесплатно для Кировской области на 49 лет, значит, он сказал, что он нам не нужен и, в общем-то, и лагерь нам не нужен, потому что в Кировской области в бюджете нет трех миллионов рублей для того, чтобы его привести в порядок. Значит, ну и понятно, что очень интересная история, это, конечно, с победой. Она просто уникальная, когда мы очень много потратили на это время, и сегодня видим, что принятие решения директора нового, который, мне кажется, все-таки не совсем адекватно оценивает... Директора аэропорта. Аэропорта, да, Легконрава, куда он попал и за что он отвечает, то, в принципе, мы сегодня видим уже первые показатели о том, что там рост пассажиропотока уже упал на 21%. Я думаю, что... Кто-то недавно, на прошлой неделе отчитывался. Да, что это такое, это не то, что там кто-то сейчас скажет, что ну и не летает, и бог с ним, пускай поездами ездит. Это говорит о том, что к концу года это будет цифра примерно 40-45. Значит, это... То есть половина. Да, это потребует дополнительных дотаций из областного бюджета. То в данном случае это просто наши с вами деньги будут еще раз туда датироваться, потому что менеджмент, который там работает, не может обеспечить экономику аэропорта и работать без убыточности. Потому что я там уверен на 100% экономику все делает пассажиропоток. Если пассажиропоток, мы считали, что за 200 тысяч он переваливает, это потребуется какой-то период времени... Это в 2016 году цифра озвучила. Да, и мы перешагнем то, что не будут требоваться дотации из областного бюджета, и аэропорт будет сам себя обеспечивать и сам себя обрабатывать. Это, конечно, была очень хорошая история, потому что никакие деньги из областного бюджета мы бы на это не тратили, а могли бы их куда-то в другое место тратить. Сегодня мы будем эти деньги тратить, и сумма, я думаю, что будет снова составлять в пределах 100-150 миллионов рублей по году. А как же то, что новая команда выдвигает в качестве своей заслуги? Лесная сфера, медицина... У нас времени не хватит. Лесников пригласить. Я скажу, что там не так все весело, как кажется. Это идет похожая схема, когда я всегда говорил, что произошло с областным фондом имущества, как и с городским. Я всегда привожу, что есть кекс, где есть изюм. Вот изюм выковыривают дети, а кекс остается. То вот у нас в областном имуществе и в городском примерно та же самая система. Все, что ценно, оттуда достали. Все, что неценно, там лежит и несет колоссальные убытки для областного бюджета, потому что это надо все содержать. И так же, как и в городском. Если мы посмотрим сегодня план приватизации по городу, который они планировали, 350 миллионов, они продали на 21 миллион. И говорят, что какой-то у нас плохой малый и средний бизнес... Это много лет ведь такая уже ситуация. Они планируют много, а получается... Ну, потому что никто не покупает. Они говорят, что плохой малый и средний бизнес ничего не покупает. Так вы его все эти годы уничтожали, этот малый и средний бизнес, и сейчас хотите, чтобы он у вас что-то начал покупать, так потому что его практически уже не стало. Потому что все было отдано альгархическим структурам, и все преференции, и все деньги, и все прочее. То в данном случае здесь точно та же история по лесу. Сегодня пока показываются цифры продажи самого хорошего леса. И оттуда вытаскивают изюм. Изюм-то через 2-3 года закончится, останется только хлеб. Что делать будет с этим хлебом, мы увидим через 2-3 года. То тут тоже такая история относительная. В этом плане, конечно, более есть сильные специалисты, кто занимается лесом. Они эту историю могут вам рассказать. Насколько я понимаю, то в данном случае сегодня то, что декладируется, оно на сегодняшний момент не до конца соответствует стратегии. Стратегию мы увидим через 2 года. Дмитрий Русских, это его особое мнение. Наше время истекло. Да, большое спасибо. Всем хорошего дня. Спасибо, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok